Смотрите в выпуске. Почему бродячие собаки напали на школьника в Уфе и кто за это ответит? На Затонском кольце в столице Башкирии изменят движение. Зачем это нужно? И 5 лет из 40 тысяч захоронений. Все, что нужно знать о новом кладбище в Уфе. В стаю из 15 собак жители домов по улицам Айская и Бокалинская видят уже несколько месяцев. Бездомные животные держат в страхе детей, взрослых, пешеходов и автомобилистов. Многие местные жители боятся гулять с детьми, потому что они не знают, что разозлит бродячих псов. Их подкармливают наши бабушки добрые. Они всегда подкармливают. Здесь были не раз случаи нападения на взрослых людей, когда собаки кидаются на машины. В том числе у нас лично была такая ситуация с ребенком. Мы приехали с занятий, припарковали машину около дома, бежала свора, которая просто начала кидаться на машину прыгать. Соответственно, мы не знали, что делать. То ли идти домой, то ли с ней ждать, то ли кинуться на нас, то ли что вообще делать. Днем 28 января в этом дворе жертвой неуправляемой своры чуть не стал местный школьник. Мальчик пытался убежать, однако бездомные животные набросились на него. На помощь ребенку пришел дворник, который находился поблизости. Мы боимся гулять с детьми. Скоро весна, мы боимся выпускать детей на детскую площадку, потому что это может быть опасно и грозить фатальными последствиями. Плюс не раз оставляли обращение в службы по отлову собак. Обращались также соседи в службу 112. Естественно, никакой реакции не было. И мы в итоге не увидели результата. У нас как собаки бегают здесь в огромном количестве, так и продолжают бегать. Отловом бездомных собак в этом году занимается организация «Актив». После гуманизации законодательства по ответственному обращению с животными бродячих псов не усыпляют, а стерилизуют, беркуют и выпускают обратно. В настоящее время подрядные организации совместно с представителями администрации Кировского района Уфы организованы рейды по улице Айской и на прилегающей территории. Данный вопрос взят на контроль. Работы по отлову безнадзорных животных продолжаются. Отмечу, что отлов безнадзорных животных в 2022 году по поступающим обращениям физических и юридических лиц ведется согласно заключенному муниципальному контракту подрядной организации «Актив». Местные жители уже не раз обращались в службу отлова собак, но, по их словам, это не принесло никакой пользы. В Следственном комитете по Башкирии уже организовали проверку. Органами Следственного комитета организована проверка по статье «Халатность» по факту нападения бездомных собак на подростка. В настоящее время следователям предстоит опросить пострадавшего ребенка, очевидцев, работников администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных, истребовать и проанализировать необходимую документацию. В ходе проверки действием должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка. Во время съемки мы и сами увидели этих собак. Затем при горком у них настоящая база. А совсем недалеко находится и детская площадка, куда местные жители уже боятся выводить своих детей. Как эффективно устранить проблему бродячих собак в городе, до сих пор не решили. В Уфе изменится схема движения на Затонском кольце. Это пересечение Затонского шоссе, улиц имени города Галли, Пархоменко и Гражданского проезда. С 15 февраля здесь закроют съезд с улицы имени города Галли на Пархоменко. Теперь автомобилисты смогут проезжать только прямо в сторону Затона, а поворот налево на Пархоменко будет запрещен. В мэрии города считают, что такое решение поможет снизить риск аварии на этом участке дороги, а также увеличится пропускная способность и станет меньше пробок. В Башкирии 172 подростка вакцинировали с спутником М. В Башкирии 172 подростка получили дозу вакцины спутник М. Об этом агентству Башинформ рассказала главный педиатр республики Людмила Симавина. Несовершеннолетние вакцинируются добровольно. Обязательным условием становится согласие родителей на прививку, если ребенок младше 15 лет. По словам медика, спутник М – это разведенный в 5 раз спутник В. Первая партия вакцины в количестве 2880 доз поступила 26 января. Когда появятся следующие партии, медики планируют выезжать в школы для централизованной вакцинации учеников. Мы находимся у въезда на Северное кладбище. Десятилетиями уфимцы хоронили здесь своих близких. Но сейчас свободной территории практически не осталось. По сути, Северное кладбище разделено на два участка. Первый уже не располагает свободными местами. Второй, который так и называется, Кладбище Северное-2, планировалось использовать еще до конца этого года. Но места для погребения стали заканчиваться раньше положенного срока. Места закончились для захоронения, общего захоронения в связи с увеличением захоронений, с увеличением покойных. Действительно, это связано с пандемией. Под свежие захоронения был сформирован земельный участок, где разместится новое кладбище. Оно будет находиться всего в нескольких километрах от старых погостов, которые исчерпали свой ресурс. Мы сейчас, на данный момент, готовы принимать и места для захоронения у нас существуют. На городском кладбище номер 10. Это ворота нового городского кладбища под номером 10. Пока здесь всего несколько свежих могил. И бескрайний простор предназначен для усопших. Всего 24 гектара. Тот резерв кладбища северного, который мы изначально планировали, он должен был закончиться в декабре этого года. Но в связи опять-таки с пандемией, у нас кладбища закончились раньше запланированного периода. Соответственно, приходится переходить на новое кладбище. Количество захоронений примерно 40 тысяч. По площади захоронений хватит для эксплуатации кладбища на ближайшие 5 лет. В столичной мэрии был введен особый режим для кладбищ Северное и Северное-2 и нового городского кладбища номер 10. Он будет действовать с 1 февраля до апреля-мая этого года. Особый режим захоронений подразумевает собой то, что выделение мест, именно новых мест под захоронением, будет осуществляться с 1 февраля именно на городском кладбище номер 10. Естественно, что родственные захоронения, которые есть необходимость, они будут осуществляться на кладбище Северное-Северное в стандартном порядке, в порядке предусмотренного муниципальными нормативными актами. В период весеннего бездорожья, когда проезд будет затруднен, усопших продолжат хоронить на кладбище Северное-2. В это время будут вестись работы по благоустройству дороги, ведущей к новому кладбищу. Будут выполняться строительные работы по ремонту подъездной дороги. То есть будет у нас укладываться асфальтовая крошка. Соответственно, в этот период у нас все захоронения будут осуществлены на кладбище Северное-2. Соответственно, после ремонта дороги, после ее запуска, захоронения вернутся сюда уже на кладбище номер 10. Отремонтированная подъездная дорога должна открыться ближе к лету. На новом кладбище предусмотрено наличие биотуалетов и сторожки, в которые в случае необходимости можно согреться. На сегодняшний день у нас организация движения по кладбищу строится таким образом, то, что мы по кладбищу Северное, у нас два потока разделяются. То есть основной поток въезда на городское кладбище номер 10 у нас осуществляется через кладбище Северное, а поток, соответственно, выезда с городского кладбища номер 10, оно уже строится через Северное-2. Сейчас до Северного кладбища можно добраться на двух маршрутах общественного транспорта. Вероятно, что вскоре появятся автобусы, следующие до городского кладбища номер 10. У нас два автобуса ездят, это 211-й и 15-й автобус. Он у нас идет до административного здания кладбища Северное. А по вопросу продления у нас данный вопрос находится на рассмотрении в управлении транспортового обеспечения города. Артур Бигнов, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.